В истории Республики Молдова в 2019 году состоялся такой союз правых партий и левых партий, когда социалисты объединились с платформой АКУМ, так она называлась на тот момент, которые были партии ПАС и платформа ДА, и были в коалиции до ноября месяца, причем сделали очень хорошие дела, в стране воцарился порядок, избавились от олигархического режима. И по моему мнению, и не только по моему мнению, я думаю, многие политологи согласятся, что после разрыва этой коалиции нужно было вот тогда проводить внеочередные парламентские выборы, потому что сам парламент уже изменил то настроение в обществе и в политических кругах Республики Молдовы, и они тогда действительно были необходимы, и, видимо, тогда был бы более стабильный парламент, и развитие Республики Молдова бы сейчас более, скажем так, динамичным. Ну, случилось то, что случилось на тот момент, имеем ту ситуацию, которую имеем сейчас. И судя по тем, как развивалась ситуация, как они были запущены, эти парламентские, с такими нарушениями, с такими решениями Конституционного суда, почему мы говорили, что мы за проведение, но мы за проведение досрочных выборов в правовом поле. Существует опасность, что после этих парламентских выборов, в случае, если к власти придут неугодные кому-то силы, опять будет такая же ситуация, опять будет такая же попытка, только на этот раз мы объявляем очень четко, что победу мы не упустим из рук, а будем бороться за нее до конца, в том числе всеми политическими методами, не исключая и марши, митинги, протесты.